Продолжение следует... 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 которые стоят, по сути, тоже выборы во многом ее жизни, даже не ребенка. И тогда оказалось, что такой выбор тоже становится таким же неважным, подходящим для тогда, для задач нашего исследования. И я, как некоторые рассеянности, в какой часть задумано говорить сегодня, какое положительство, в следующий раз, наверное, все-таки, чтобы была мотивация прийти в следующий раз, не все, скажу, сегодня. Сегодня, наверное, больше о некоторых стадиях, процессах, стадии, через которые человек проходит, когда столкнулся с такой трудной жизненной ситуацией, о некоторых тоже закономерностях, но о стратегиях непосредственно, что помогает человеку, что он решает, он совершает важный вывод. Но, может быть, сегодня, если будет, в рекомендах, как оставлю этот кусок на вторую, может быть, вторую нашу встречу. Итак, когда все-таки, что, наверняка каждый из вас может вспомнить, какую-то, может быть, ситуацию в своей жизни, возжигая, что раз вы пришли с ним, и сюда, то эта тема актуальна. У кого-то, может быть, прямо сейчас кто-то стоит на таком перепуте и хочет принять на какое-то решение, у кого-то, может быть, в прошлом, и можно вспомнить, как, порой, болезненный процесс протекает, каковы его, такие, что ли, явные проявления, когда, ну, очень разные люди себя ведут, кто-то склонен судорожно принимать на какие-то решения, лишь бы только уже вот эту закрытую тему, вот уже хочет что-то запринять, хочет что-то сделать, просто уходится, ладно, вот и идти дальше. Но такие быстрые, ровковые, невыношенные решения, они порой не дают успокоения, человек одно решает, потом другое, туда-сюда, это может дать стало удобно, главное, что не наступает какого-то проверения, понимание, что вот такого да, что вот это то, что нужно. Чаще бывает другая стратегия, когда человек очень долго тянет, и находит очень много поводов, чтобы выбор не делать. Знаете, это вот, действительно, страх ошибиться, страх, что я сейчас сделаю, это будет как-то не так, он настолько бывает силен, что вот только чтобы вы не испытываете, только чтобы как-то сбежать от этого страха, а еще, может быть, это кондиционное чувство вины, потому что вот если я сделаю то, как я хочу, а вот у дуночек будет плохо, он будет страдать, как же так, а я же должен задаться ближним, а сейчас я не могу себе позволить сделать то, что я хочу, о ужас. И тогда лучше вообще не решать. И часто мы имеем дело с стратегией такого ухода от принятия решения. Человек просто оттягивает, не решает, не принимает решения. Иногда это, ну, в другом смысле, можно обитать какие-то благообразные формы. Человек может целого варивать, сказать, ну, я отдаюсь более позже, пусть Господь управит ситуацию сам. И это какие-то очень важные, может быть, слова, очень важная позиция, но она может быть очень разной. Это может быть действительно зрелая позиция, когда человек, ну, действительно, что-то все-таки сам делает, при этом очень подряд нам дает эту куху. Но чаще мы видим такой, знаете, заплатильной перекладной ответственности, когда просто, чтобы самому ничего не делать, опять же, чтобы вот отложить и не принимать решения, можем придумать себе самые разные такие отговорки. Одна из них может быть такой вот, даже не его звучит, очень многообразный. Но что становится критерием для нас, что все-таки выбор сделан или он не сделан? Что является признаком, что я иду в поверном пути, сейчас, когда двигаюсь в этом процессе принятия решения? А что является признаком, что я иду куда-то не туда? Этот вопрос был для нас важен в том числе в рамках исследования, потому что нам нужно было выделить для себя отдельно процессы выборов, которые мы называем продуктивными, или условно, ну, там, в жительстве, можно сказать, какие-то хорошие выборы. И отдельно нам нужно было выделить непродуктивные, какие-то плохие, чтобы смочь в исследовании сравнить закономерности тех и других выборов. Нам важно было посмотреть в те и другие. И немножко даже неожиданно у нас оказались мы обнаружили некоторые критерии, иногда они могут сейчас показаться продуктивными, критерии все-таки продуктивного процесса выбора. Сначала мы думали так, что продуктивные выборы – это такие, которые сам человек оценивает для себя как правильные. То есть спрашиваешь человека, вот ты когда-то там сделал что-то, да, ты как считаешь, что правильно сделал? Да. И мы сначала на этом успокаивались, думали, что этого достаточно, что если сам человек выдает вывод для правильного решения, то это означает, что выбор сделан действительно будет хорошо, социологическое ощущение. Но потом выяснилось, в процессе довольно долгого, а долгой какой-то исследовательской работы, что, оказывается, так бывает не всегда. Человек, знаете, ну, удивительным образом умеет себя обманывать, сами даже не замечая, что надо скрыть какие-то кучущие на свечи. Человек может даже сам искренне верить, что да, а на самом деле что-то не то. Вот что там не то? И чтобы понять этот момент, наверное, надо сказать такую немножечко чуть-чуть теоретическую вещь, что за проблемой жизненно важного выбора всегда стоит проблема внутривличностного конфликта. Это может быть не сразу понятно, но это очень важное для вас такое положение. Чуть-чуть нарисую, может. Человек стоит на перепуте, и он думает, и это очень важный теоретический момент, и он потом будет иметь для нас очень важное практическое решение. Человек думает, что он находится вот здесь, и он выбирает что-то, одну жизненную дорогу или другую жизненную дорогу. И исходя из этой позиции, он совершает выбор. Как он это делает, мы с вами поговорим наверняка, вы тоже знаете любимые, очень любимые стратегии, но может быть даже сразу прошу. Что обычно человек делает, когда ему надо, какие советы обычно даются, какие советы обычно даются человеку в своей трудной такой же ситуации, когда ему нужно выбрать? Что обычно они хотят делать? Напиши плюсы или минусы. Да, вы эти формы говорите отлично, вы их в первый раз угадали. Вот это, почему вы с первого раза? А вы практикуете? Помогаем? Вот. Вот, и мы прежде чем наши исследования, хромы к этому. Смотрите, не случайно, как сразу первым же ответом сказали, что решит плюсы и минусы. Есть даже такие специальные таблички, они имеют высокое название космологической техники, как так называют, реализуются таблицы, и они даже как живут, там баллы можно посчитать. Можно не считать, но иногда даже с помощью математики это все выбирается. Так вот, действительно, мы пишем плюсы и минусы, посчитаем, сделаем выбор. Обычно это не помогает. Это помогает, если вы выбираете модель сферальной машины или высокого телефона, тогда да, лучше сходить. Или даже дачный час, сколько километров, сколько стоит и прочее. Но когда на кону оказывается моя жизнь, а я применяю к этому стратегию, как будто бы я выбираю лично вне себя лежащее, точно так же, как какой-то предмет, и это не работает. Почему? Один из важных, о чем я сейчас начала говорить, в моментальных таких теоретических моментов, что в ситуации жизненно важного выбора человек выбирает не что-то вне его лежащее, не какие-то предметы или объекты, он на самом деле выбирает себя. Себя, который окажется здесь, или себя, который окажется здесь, это может быть одно из центральных таких положений, вокруг которого я буду ходить, которое оказывается очень важным для нас в том числе в практическом применении. Именно поэтому стратегии плюсиков и минусиков не действуют. Но интересно, что они у нас очень в культуре популярны. Вот я вас спросила и сразу ответила. Потому что это очень, ну вот все это знают, почему-то у нас это очень сильно распространено. Это такой на слуху какой-то готовый метод, но тем не менее плохо работающий вот для таких ситуаций. Итак, еще раз. В ситуации жизненно важного выбора мы имеем дело не с выбором внешних вещей, даже если это за Васю или за Петю, какие-то очень серьезные штуки, а с выбором из себя. И проблема находится не вне меня, а проблема находится внутри меня. По сути дела вот этот конфликт, ну в общем вот это все, вот этот конфликт, он находится внутри меня. И тогда вот это вот на самом деле я, простите за художество страшное. Хотя, вы знаете, все не случайно. Наверное, эту картинку можно было бы прохватить так, что как получил сильный внутри личности конфликт, его разрывает, его растирает, он уже не знает, куда деться. Как это, может быть, порой сильно переживается. И вот повторюсь еще раз, это важное положение, о котором часто люди не знают или забывают, что мы выбираем не что-то, а на самом деле себя. И проблема внутри меня, меня разрывает. Это я не знаю, куда мне, что происходит. И почему я сейчас о том говорю? До этого мы говорили про критерии продуктивного, хорошего выбора. Так вот, удивительным образом выяснилось, что хороший выбор не только тот, который я потом оцениваю как правильный, а тот, который прибудет к снятию конфликта, к разрешению конфликта, только тогда, когда вот это внутреннее противоречие внутри меня снимается, мы можем сказать, что выбор совершен продуктивно и хорошо. Какие у нас были примеры, какие, знаете, одной из серий исследований проходило таким образом, что мы брали у людей интервью, по-собому образом настроенные, интервью, посвященные тому, как люди когда-то совершали выборы. У нас был такой пример, когда человек рассказывает о совершенном работе, много лет назад, причем, и очень медленная, и говорит, что да, я не жалею. Это очень было серьезное решение, она хотела разводиться у этих другого мужчин, она все-таки осталась с этим мужчиной в браке. И прошло уже много лет, казалось бы, она говорит, я не жалею, выбор правильный, да. Но в процессе этого интервью, прям в процессе исследований здесь сейчас, она начинает плакать, у нее, ну, актуализировались такие делали сильные эмоциональные переживания, которые при более близком рассмотрении для нас стало понятно, что на самом деле конфликт внутренний не снят. Хотя ситуация, повторяюсь, завершена, человек оценивает выбор как правильный, конфликт не снят. И это говорит вам о том, что выбор будет совершенно продуктивным. И этот случай, ну, это одна из этих симптомов, которая тоже дала нам очень много таких важных материалов о стратегиях, плохих стратегиях для этих неправильных трубок, чтобы она не решала, что она делала. И, заверяя совсем вперед, скажу вам самую, наверное, такую деплиминационную вещь, которая специально может быть для нас и для психотерапии тоже. Он, конечно, хочет, чтобы соблазит, поспокойненько. И вообще нормально, когда в процессе психологической работы люди хотят почувствовать успокоение, облегчение, улучшение состояния. И это хорошо и естественно. Но в данном случае, по таксальным образом, порой нам, чтобы совершить прорыв в ситуацию, когда у нас будет конфликт снят, нам нужно пройти через особо сильное заострение этого конфликта. А что это означает? Это означает, что это может быть через очень серьезную боль, может быть через очень мучительные, острые переживания. Люди описывали у нас тоже как вот такие серьезные руки выборов. Знаете, руки выборов тоже разные. Одно дело я так сижу, я не могу учиться. Ой, ну вот, ну что там. Надо это, надо то, но нет, ну может быть, ладно, подумаем завтра, надо идти приспать. Ну и как-то все это тянется, все куча, знаете, может гадать, тянуться, оно как болит, но не сильно это тянется. А иногда бывает, да, это уже встает очень остро. Порой такое остроту провоцирует какие-то внешние обстоятельства. Ну вот в случае с тоже каким-то нашим конспитуемым, это просто может быть, ну я не знаю, там поступать в курс, надо уже в этом роду. Тебе уже сейчас нужно решать, ты пойдешь отменять профессию, ты не пойдешь. Или он тебя просто увольняет. Или мужчина просто требует там, вот ты либо выкушишься замуж или нет. Ну чаще наоборот обычно бывает, да, я, ну, женщина уже хочет, хочет, чтобы, когда же нужно мне женишься, ну я там, кто-то еще пока не готов, давай еще там, что-то такое, все это тянется. Но иногда, когда сами внешние обстоятельства нас толкают, когда они нас вынуждают, когда это все, уже было не выдать нельзя, и тогда начинаются самые настоящие страдания. И тогда, начиная с очень серьезного лома, начиная с вы переживания, конфликт заостряется до предела, и тогда совершается принципиально качественный скачок, когда конфликт снимается и выбор совершается. Это может быть самое главное, как вы уже совсем заберете вперед, раскрываю самый главный секрет, как продуктивно выбор совершать, нужно и убегать от боли. А мы стараемся, вот почти все стратегии, которые мы используем обычно для совершения выбора, они касаются анестезии. Как правило, все, что человек пытается делать в попытках выбор совершить, это все направлено на то, чтобы вот это напряжение снять, боль убрать, меньше переживать. Это очень понятно для человеческих, но вот удивительным образом благодарю, что мы увидели, что такое замазывание, заклеивание, скрытый лад, смягчение, оно мешает совершению продуктивного процесса выбора. И можно перечислить в три таких момента, три кредерия, которые мы выявили, которые говорят о том, что выбор действительно продуктивный. Это, как я уже сказала, острое эмоциональное состояние непосредственно перед принятием решения. Вот интересно, что, как правило, все эти выборы, которые люди оценят, как правильно они оценивают, они продуктивные, там был вот этот пик острого, очень острого такого эмоционального состояния. Вот одна, вот у нас, испытуемая, описывает это так, большими буквами у меня в голове стучало, что я дальше так не могу, что со мной, наверное, что-то случится, что я не знаю, если ты с ума, заболею, страшно, потому что я больше не могу жить вот так. Вот это было действительно прицело, говорил другой человек. То есть край, когда больше, дальше, так уже невозможно. Второй признак выборов продуктивных уровня вот этого пика эмоционального, это так называемая, мы назвали это филимонологией правильного решения, то есть некоторые близники, что происходит с человеком после того, когда он совершил выбор продуктивный, он же правильный. И если у вас это было в обыте, если вы проходили эти муки выбора, то можно вспомнить, и выбор действительно был совершенно правильный. И что наступает потом? Это удивительное состояние особой свободы, такой легкости, там, будет как раз в плеч, просто даже интересно это является в том, что где-то здесь в плечах появляется такая свобода, у кого-то прям крылья, почти выросла по ощущениям, ушли сомнения, появилась смелость, уверенность, страх снизился, смелость, уверенность усилились, я как-то спокоен стал. Это я цитирую некоторые рассказывания наших неиспитуемых. Уверенность, такое ощущение, что так и должно было быть, никаких сомнений. Вот если до этого примучительные сомнения, качели туда-сюда, это-то, так, страшно, тут все, сомнений нет. Возникает, знаете, такая полнота абсолютного «да». И это такое «да» на выдохе, спокойное, когда уже просто, ну, действительно, ни тревух, ни каких-то острых переживаний не происходит. И третий, может быть, это уже такой момент, который обычно люди сами специально не отслеживают, пока их расспросишь, но если внимательно присмотреться, то можно обнаружить, что после совершения вот такого правильного выбора происходят те или иные личностные изменения. Человек меняется. Вот я до и я после – это уже другой человек. Кто-то может вот такое свидетельствовать. Я стал другим. Но за счет того, что я вот это решение принял, я сам каким-то образом изменился. И действительно, по-моему, люди сами отслеживают. И это, наверное, понятно, да, человек наделивает серьезный кризис, но тот самый личностный конфликт, если вы даете из него выйти, как приснимается, приходит к совершать с собой переход на некоторые новые этапы развития. Поэтому такие выборы приводят в том числе к личностным изменениям. И сейчас скажем, наверное, теперь несколько слов о стадиях и этапах. Как это все происходит? Какие можно выделить этапы и стадии процесса жизневажного выбора? В зависимости от того, на какой стадии человек находится, можно тоже давать какие-то рекомендации и понять, что сейчас лучше делать. И первая такая стадия условно может назвать вреды историю выбора, когда складывается такая некая общая недотворенность с существующим положением дел. Знаете, еще на этой стадии предыстории, как правило, человек, может быть, даже еще не думает о том и не чувствует это так, что это ситуация выбора. Он просто чувствует какую-то недотворенность, что-то не то. Что-то вот, ну, что-то, ну, там, отношения, например, они как-то все хуже и хуже. И, может быть, даже если когда-то раньше выходили о расставании, то сейчас они уже приходят чуть чаще, но человек всерьез не ставит себя перед выбором. Вот это важная такая предыстория выбора. Ну, знаете, кто в раке теоретически не думает о разводе? В общем, с кем не бывает. Да, это не повод сразу разводиться. Поэтому человек немножко так отмахивается, он не переживает это как то, что это уже вызов, что это уже необходимость и что-то решать. Вот кто-то тут нас говорил. Надо сказать прямо, я вообще, говоря, не боялась мужа. Помню, я охрана, когда я была по квартире, я там подирала пол, смотрела как по глазам на мужа, думаю, сейчас кто-то сработал слабший, к чему можно будет придраться? Да, уже есть такая готовность вступать в конфликт, который мы имеем сейчас в личности, но еще нет. Дальше, следующее, если эти недовольства копятся на расстоянии, если на этой стадии неудовлетворенности не снимаются, то человек переходит на следующую стадию уже непосредственно актуализации ситуации выбора. Или мы скажем очень важную вещь, актуализации внутривечностного конфликта. И в следствии от определенных факторов внутренних и внешних уже теперь выбор встает явно. Человек уже серьезно понимает, что да, то ли прописию менять, то ли оставлять, то ли уходить, то ли оставаться. Что-то уже нужно делать. Но еще нет такой, знаете, совсем остроты, как тут уже не могу иначе, но выбор явно в сознании заключен. И вот в этой второй стадии можно выделить некоторые такие подэтапы. Их будет даже четыре. Вот когда у нас уже актуализация выбора возникла, то сначала что происходит? Вот то самое любимое, по-просу, минус-убитос, рассмотрение интернативы. То есть сначала, ну, когда человек уже так вот понял, что да, вот между IP выбираем, надо смотреть и А, и В, разные варианты, там изучает, рассматривает. И на этой стадии как раз очень часто используется вот эта стратегия выписывания плюсов и минусов. Кто-то письменно, кто-то делает это просто мысленно. Оценка, по сути, происходит такая оценка за икотик по каждой интернативе. И на данной стадии основания для выбора, как человеку кажется, они бежат вне самого человека. То есть вот эти плюсы и минусы, они касаются не меня. Они касаются того, что я выбираю. Я думаю, вот эта работа, она имеет вот такие плюсы, там, зарплаты, я не знаю, начальник хороший, далеко ездить, а эта работа, она имеет вот такие плюсы. Я в этом момент еще не думаю о себе, ну, потому что, как вы сказали, фокус внимания не направлен до себя. Человек думает, что выбирает что-то внешне. И процесс переживания на адвайзер может ходить как циклично, по кругу. То есть сначала вот человек рассматривает альтернативы, не находит выхода, пытается снизить негативные переживания, используя разные стратегии. Часто это такой уход от конфликта, попытка как-то эту тему, может быть, затереть, или, например, какие-то такие ротковые решения принимать. И потом опять, так как разрешение нам это не наступает, опять возвращается к рассмотрению альтернатив. И может какое-то время, вот так по кругу ходить, иногда достаточно долго. Повторюсь, это сначала рассмотрение альтернатив, потом какой-то тупик отсутствия выхода, потом поплыть, а это ж тяжело. И по-хорошему, надо было бы дойти до пика, но кто ж этого хочет. Поэтому, когда человек попадает в некоторый тупик, он дальше пытается снизить переживание, чтобы остро как-то это все было не мучило, переключиться куда-то, вложивая потом, может быть, что-то еще раз. И дальше, потом постепенно опять ситуация в которой актуализируется, опять переживание конкретно расставит, и вот так вот все вращается по кругу. И интересно, что в продуктивных выборах больше выражена вот эта мучительность переживания и актуализация конфликта, а не уход от него. Конечно, тоже было расстравного, почему кажется, что я не справлюсь, не смогу, и мы можем потаскивать в какие-то документы. Знаете, очень удобная, тоже нужна стратегия, очень удобная стратегия, чтобы выбор не делать, это опираться на внешние препятствия. Вот любимое занятие. Ну, конечно, может, и хотелось бы мне, но я же, ну что, ну это условия такие, что я не смогу. Ну, вот там, не знаю, я, конечно, начинала бы я стать, там, не знаю, в какой-то профессии, там, у Агронёга, но я же не особо, если мне не получится поступить в ВУЗ, потому что сейчас поступаю только по плату. Ну, все равно у меня уже много лет, и уже не имеется смысла, что кто-то будет со мной заниматься. Ну, и вообще, живой далеко, там, ездить, я не наезжусь, там, что-то такое. То есть, человек подтаскивает, чтобы выбор не делать, подтаскивает внешние обстоятельства, как будто бы это причины, чтобы выбор не делать. Хотя, на самом деле, это только поводы. И вообще, это очень интересная, это тоже отдельная тема, отношение человека в ситуации выбора с внешним обстоятельствами, как он с ним обходится. Вот, повторюсь, вот на этой базе рассмотрения альтернатив, такая 2-1, условно, можно было бы ленировать, если у вас 1, это предоставитель выбора, 2, актуализация ситуации выбора, 2-1, рассмотрение альтернатив. И вот на этой базе 2-1, когда по кругу человек кодит в своем переживании, то он может подтаскивать какие-то внешние аргументы в пользу того, чтобы... Это, понимаете, что в пользу старой жизни, вот что очень важно, в пользу того, чтобы оставить все, как есть. Потому что что? Ну, потому что идти в новое очень страшно. И здесь, чем больше у нас тревоги, чем больше человек, в принципе, тревожный, такой, будет падать смелости, трудно, вообще боится будущего, тем больше он будет подтаскивать себе аргументов, чтобы оставить все по-по-старому. Но это что означает? С точки зрения, у него есть интенция, но у кого-то хочется, а страх движет, оставь все по-старому. Аргументы подтаскиваются, оставь все по-старому. И вот, либо этот росточек нового хочется, совсем будет подавлен, просто, не знаю, пути, он там, загашен, и человек будет успокаиваться, и говорит, ну да, так и есть, и еще можно подтащить сюда тоже, что это любезные аргументы, но это будет рожит, опять все как есть, что у него сейчас совсем не успокоится. Но успея не наступает. В этом-то и проблема, потому что конфликт не снимается. Убирается одна из сторон конфликта, но если я одну из сторон конфликта убираю, это не значит, что я конфликт снимаю. Я ее убираю как искусственно, не по-настоящему, а она потом все равно вылезает. В этом-то и проблема, вот этого переживания, что очень важно, и это так я все-таки выдаю немножко тоже такие уже рецепты по поводу стратегии, вот очень важно удерживать обе стороны конфликта, очень важно удерживать обе альтернативы, которые мучают. Вот если мучают, и страх нового, и желание оставить по-старому, то очень важно позволять себе проживать и то, и другое, не просто уходься только в одно, например, этот страх оставить все, желание оставить все как есть, потому что это только половина правды, а позволять себе проживать и то, и другое. Да, очень страшно, новое, хорошо, и очень хочется по-старому, но в то же время хочется по-новому, и вот оставлять в своем сознании, в своем переживании вот эти обе стороны конфликта. Это очень важное условие, потому что если, повторюсь, только одну сторону себе позволяет проживать одну, которую вы задвигаем с грустными планетикой, то продуктивного движения не осуществляется. Дальше, возможно, переход на следующую фазу, на следующую фазу, видимо, в выбрансе будет 2-2, после рассмотрения альтернативы вот этого хождения по кругу, представление себя в будущем, проживание, воображение, разбирание альтернативы. Очень важная штука, далеко не все это не доходит. Очень часто, и вот это тоже тот принципиальный момент, очень часто, как мы сказали, вот приписывание плюсов и минусов касается, ну, там, не знаю, выбираем мужа, думаю, Вася, вот или какие заяки против, а Петя, вот или какие заяки против. Но я не думаю почему-то, а что будет со мной, когда я 20 лет проживу с одним? И что будет со мной, не с ним, как он прекрасно, а со мной, когда я 20 лет проживу с другим? Вот этим вопросом почему-то мало кто задается, но иногда такие люди тоже находятся. То есть, очень важно бывает все-таки позволить себе вот это представление себя в будущем по той и другой альтернативе. И здесь тоже я сразу, как частично раскрываю как-то про стратегии. Вот очень важная стратегия именно представление себя в будущем, здесь ключевое слово себя. Потому что в будущем они это представление. Ну да, но даже под совет соседка на лавке. Слушай, ну ты вот представь, ты уходишь, ты представь, что это такое, что будет? У тебя там денег не будет, у тебя, не знаю, чем ты будешь ребенком, как-то еще что-то. И человек представляет вроде бы будущее. Это очень близко, это лучше, чем плюсы и минусы. Можно, конечно, представить будущее, но оно как бы после своей представительной структуры мало отличается от плюсов и минусов. Потому что представь, важно представляя будущее, представлять себя. Кто буду я, сделавший этот выбор? И кто буду я, сделавший другой выбор? И технически это можно делать просто буквально в воображении, проживая кусочек жизни, может быть, надо с ним ходить вперед, но с фокусом на себе. Не на нем, не на деньгах, не на взглядах, не на детях, а вот именно на себе. Кто буду я, когда проживу, то все придержит кусочек жизни. И да, поэтому вот эта 2.2, такая стадия представления себя в будущем, она, не все до нее доходят, повторюсь, да, обычно ее проживают уже те люди, которые пришли к продуктивному выбору на выходе. и на пике вот этого представления себя в будущем человек может попасть в такую же следующую стадию 2.3, которую мы назвали «Ценносменный сайт», может быть, не так важно сейчас сам термин, но это такой своего рода пик, самая кульминация, то есть, вы нарисовали график в процессе принятия решения, то это выглядело примерно так, что сначала у нас вот эта предыстория выбора такая реальная, а потом актуализация выбора, ну там что-то еще такое переживается, атернатива, а потом представление себя в будущем, а потом идет пик очень сильный, вот этот ценностный сайт, вот эта стадия 2.3, это такой взрыв, он переживает все эмоциональные, вот этот взрыв, потому что это тот самый, те самые острые переживания, о которых я уже сегодня не говорила, когда дальше уже просто невозможно, и это может переживаться в тяжелую тему, если чем может болеть, там очень конфликт, заостряется в том пределах, вот эти все, вот это тувание этих тел на рисунке, и вот это уже, ну очень сильный разрушитель, очень сильный, очень сильный такой рубеж. И дальше, как ни странно, это для нас было тоже таким удивлением в процессе, в процессе наших исследований и таким важным результатом, что, как ни странно, если человек этот пик проходит, то потом решение приходит само. Это не я сидел и думал и решил, особенно головой. Голова тут не лучерба. Это не потому, что действительно я все взвесил окончательно и действительно себя в будущем представил, понял, что тут событие было как-то так. А происходит какая-то переломная точка, какой-то переход, перевал, когда мучился, мучился, а потом вдруг раз и все понял. Не знаю, тоже, может быть, если вы переживали в своей жизни действительно учительный процесс, то можете вспомнить, наверняка, у кого-то это было такая точка, когда ты вдруг, совершенно неожиданно, ты даже не ждал и не понимал, как это, и когда это произойдет. Мне было таким, что так, я пол, сегодня я должен решить. Вот если я знаю, что я должен решить, тогда можно оттуда дать ответ. Обычно это мало продвигать, это еще только, ну, как очень тяжело, если там не случится вот это острое переживание. А это, как ни странно, почему для нас это такой, немножко, может, революционная такая находка, потому что обычно мы думаем, что я делаю выбор. И психология, вот это субъект, личность, субъект совершает выбор, как это важно в личностном развитии. Но здесь, вроде бы, тоже мы говорим, конечно же, про личностную активность, но вот эта композиционная точка, она как бы совершает, выбор за меня. Может быть, я не очень корректно выражаюсь, в общем-то, выбор совершается сам. Происходит нечто само, что часто очень челчком, часто почти таким одномоментным актом, вдруг озарением. Или, ну, оно может длиться, естественно, потому что мы были в исследовании, это длиться от нескольких, там, не за секунд, ну, может быть, максимум до суток. То есть, вот это длилится неделю. Обычно это будет очень быстрое понимание. Вдруг такое, еще это называется, когда это переживание, правда, другой, по отношению к процессу нахождения решения, может быть, задача, вдруг какое-то решение. Тоже, знаете, хорошее наукио. Человек, когда математика для задачи, потом решает, 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 мучает, замучает, замучает, он бац, нашел ответ. Оно как пошел? Озарением, оно вдруг пришло. Здесь очень похожая вещь, а вот это решение, оно вдруг наступает. Но когда сейчас мы говорим об этом, что решение наступает, вроде как, мы выбор делаем, это не означает, что мы ничего не делаем. Нам научу, делали то, да, мы переживали все это ведущее, мы переживали представление о будущем, мы переживали это после пик, то есть, появали муки, чтобы потом это все случилось. И после вот этого, собственно, пика и ценностного инсайта, стадии 2.3, человек уже довольно быстро, спокойно, приходит на стадии 2.4, когда просто переживает какую-то всю финалную неправильное решение, о котором мы уже говорили, это легкость, свобода, радость, такой нет сомнений, вот все, все плоды некрасные прошедшего нового выбора, не заставляют себя долго ждать, создавшего человека посещают, потому что, действительно, наступает такое «да», какое-то внутреннее, может быть, даже аминь, какое-то понимание, что, ну, сейчас вот так правильно и по-другому просто и не нужно. И после вот этого большого, такого второго этапа, состоящего из четырех подэтапов, человек уже переходит, конечно, на третью такую стадию реализации проектного решения. Ну, тут уже особо, может быть, не надо много чего-то обсуждать. Если уже решение принято, внутри, если я уже точно знаю, что «да», как «снят», то дальше достаточно легко можно переходить на реализацию, хотя, тоже интересно, что, ну, вот это стоило бы говорить в стратегиях принятия решения, но интересно, что очень важное значение играет близкое окружение. Очень часто люди являются, внешние обстоятельства или люди вокруг, особенно близкие, играются таким препятствием для движения человека к вот этому подлинному выбору. И если человек застевает в предыдущих стадиях, то он очень сильно опирается на этих вешеных людей, говорит, ну, вот там, мама не хочет, я не пойду. Ну, вот все подружки говорят, что с вами, ну, ладно, я не буду. Опирается на мнение значимых других людей и как-то вот идет вдоль, скорее, такого ну, следования мнения авторитета. А интересно, что когда, конечно же, уже вот эта вторая фаза с инсайтом прожит, этот человек удивительным образом будет против течения. Без всяких, знаете, сомнений или нет, не переживается какое-то хамство или наплость или, ну, что-то хорошее, это переживается как что-то очень соответствующее мнение. Я просто знаю, что это так. и, ну, да, это тоже к другому. Ну, да, ты сейчас против этого решения. Я просто знаю, что это так, а к другому не могу. Там даже нет конфликта острого пары какого-то, международисты от родственников и составляет тема созависимости, по которой многие много групп у вас хранят, посвященных этой проблеме. Но тоже вот такой удивительный феномен, что если выбор спортугтивно совершен, то человек уже не... он очень легко идет по вторую против течения, против обстоятельств, против мнения других людей и это называется достаточно спокойно. Что у нас есть на время? Еще 20 минут. Показались, 20 минут. будет так. Хорошо. Может быть, здесь есть вопрос по стадиям сейчас? Понятно ли про стадии? Да? Как вы подводите? Ага, хорошо. Тогда скажу еще несколько слов про закономерности все-таки продуктивного и непродуктивного процесса выбора, которые тоже у нас были обнаружены. Интересно, что и мы про продуктивный, наверное, более-более актуально, что ситуация выбора, когда она складывается постепенно и конфликт постепенно зреет и внешние обстоятельства становятся при продуктивном процессе выбора внешние обстоятельства они становятся не причинами для конфликта, а поводами только для его актуализации. То есть как бы критическая ситуация вот этого неудовлетворенности такого вот в нем конфликта она зреет-зреет и человек понимает, что все-таки дело не во внешних обстоятельствах. Это важная такая штука, потому что часто при ней продуктивной стратегии у врачей думают что очень много изоборов на внешние обстоятельства но это все дело в том, что он это все потому, что я не так же буду создавать страна школа родители обстоятельства таковы и вот очень много там сдаворов обстоятельств продуктивной стратегии а следствия уходят на второй план они могут быть поводами какими-то но не являются кончинами для совершаемого выбора да по поводу вопректиния инфлюзив я уже сказала это правда очень красиво все продуктивные выборы человек идет уже неважно ему дается преодолеть очень часто знаете клиенты когда приходится проблема выбора очень часто приходится слышать вот действительно приходит не он а приходит многоколосец его окружению человек садится и говорит ну а ты-то что хочешь ну мама сказала вот это а муж считает что-то так а вот я прочитала статьи вот это а подруги сказали вот так а вот у соседки мой дом хорошо 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 вы ты что хотите ну я там не знаю как что то есть дефицит слышания себя понимание того что я на самом деле хочу что для меня важно это одна из серьезных таких стратегий перескакивают стратегии на документы закономерностей продуктивного выбора соответственно важен фокус на себе как мы уже сказали на внешних обстоятельствах очень важно задаваться вот этим вопросом а кто я буду делающий это действие и кто буду я делающий другу принимающий другое решение интересно вот это тоже немножко повторяюсь но продуктивные процессы выбора они сопровождаются тяжелыми муками инстинкопом это статус и Так как у меня много знакомых несловов, то я, помню, наблюдала это, когда люди из другой профессии приходят в психологию. Вот сидел человек в банке, там, не знаю, в бизнесе где-то, получал хорошую зарплату, у него все ушло очень даже хорошо. Но и вот эта стабильность, она его держит, зарплаты держит, накатанная такая дорожка, она уже все известно, тоже держит. А все уже не может, он уже не выдерживает этот конфликт внутренний, очень хочется заниматься чем-то другим. Знаете, такие сильные примеры, когда люди, не знаю даже каких-то людей, кто здесь очень успешный социальный какой-то святый, потом все бросает, и тут, например, не знаю, социальное милосердие, власты и уходят, входит какое-то очень серьезное социальное служение. То есть это так тоже не просто, насколько сильно нужно почувствовать и понять, что по-другому больше невозможно, оставлять так, как есть, уже просто я больше не могу. И вот, когда мы говорим о законодательности, как продуктивном процессе выбора, то вот это переживание, что не могу, вот просто дно, так невыносимо, оно очень часто бывает. Да, и то, что я немного повторюсь, то, что я уже сказала, вот это счастье, лёгкость и свобода после совершенного выбора правильного, конечно же, да, потому что человек совершает какой-то подменный выбор, знаете, такое облегчение, оно такое с другим привкусом. Там нет этой полноты, какой-то вот полноты радости, полноты свободы, полноты алкогольских сомнений. Там есть облегчение. Оно такое облегчение, знаете, немножко наркотическое, как на время. Ну, как родился, забылся, а завтра опять. Вот есть облегчение, но и такое серьезное. Тоже как признак, соответственно, полнота этого облегчения, как признак хорошо совершенного надвижения в сторону хорошего выбора. И удивительное вот это явление, конечно, я повторюсь, в невероизвольности момента поворотной точки выбора. Вот о чём мы говорили, что как будто не я и совершали. Это какой-то, вот, немного как для нас до конца так научно, может быть, загадочный момент, но, тем не менее, вот, есть эта речь. И мы даже с коллегами много лет назад уже смеялись, что, на самом деле, никакого выбора нет. Просто человек либо движется к тому, что само и так должно произойти, было бы. Либо он к этому не движется. Это очень сложно. Я это озвучиваю, обычно коллеги у меня начинают очень сильно спорить. Мне это выражается, как же так. Мы уже стоим антропологично, словами же о свободе боли, о свободе выбора, о свободе субъекта. Я не спорю с этим, но просто из практики говорю, что удивительным образом выбор как будто бы совершается сам. Как будто бы я в нём, как активность, я в нём участвую. Можно сказать несколько слов о закономерностях непродуктивного выбора, да, когда что там происходит. Потому что нередко мы, конечно, с этим тоже встречаемся. И, кстати говоря, мы уже раз здесь с вами говорили про обиды прощения и проявляя про хружество обиды. Очень сильно, может, долго человеком мучен, так вот, улетать и вот тащить на собой эту помощь с обиды, гадать, и вот у нас демортизировать. Но интересно, что несовершённые когда-то выборы тоже могут быть таким грузом, который вы тащите за собой, что вот когда, как вот эта респондентка, о которой я говорила, выбор сделан, всё хорошо замечательно, я не жалею, и до сих пор там что-то сидит, там до сих пор конфликт не снят. И важно очень бывает, даже если прошёл уже много лет, можно отвернуться в эту ситуацию, можно, как-то, будто не прожить её заново, чтобы всё-таки с этим конфликтом не ходить как с лишним грузом внутри себя. Так вот, если говорить о закономерности непродуктивного процесса выбора, то можно сказать, что, соответственно, не происходит личностных изменений, то есть человек вроде бы совершил, но он сам внутри себя не меняется. И это связано, в том числе, с тем, что он домирал не себя, а что-то не себя-бежащее, связано с тем, что не был против кризиса вот с этим пипом, но и в том числе с тем, ну просто по факту можем говорить, что когда конфликты снимаются, выборы не совершаются, личностных изменений особо не происходят. Эмоции, чувства, переживания на всех стадиях процесса выбора, которые мы отценили, они не такие сильные и глубокие, они более поверхностные и в том смысле более лёгкие. Доминируют усторожения, зависит именно тварь в комнате, всё как-то вроде нитой, просто как синитат, но дико не наступает. Всё как-то, есть, конечно, тоже все эти неприятные переживания, но они такие острые. Нет ощущения, вот это тоже важная штука, нет ощущения, что текущая моя жизнь до выбора не моя. Вот при продуктивных выборах люди когда-то в край входа думают, что я эту жизнь не могу, ты не моя жизнь, не могу я так же дальше, это жизнь уже всё, я другой, эта жизнь мне не соответствует, жизнь нужно менять. При непродуктивных выборах даже обережания. Моя и моя жизнь вообще-то по-продолжности не ставятся. Нетуды публика с невозможностью. Интересная вещь, что при непродуктивных выборах внешние обстоятельства, вы говорите с вами, помнишь ли, что при продуктивных внешние обстоятельства являются поводом, но не причиной. А здесь наоборот, при непродуктивных внешние обстоятельства становятся именно причиной выбора, так как внутри вот этой критической ситуации, этот конфликт, он до конца не назревает, человек искусственно, ну, человек может искусственно оказаться в необходимости выбирать. Ну, уже переживает просто, что там, нельзя, увольняйся или расставайся, там, уходи или что-то такое. И его сподвигают к решению внешним взглядом. Он совершает выбор не потому, что он уже внутри созрел, не потому, что я уже не могу жить иначе, не потому, что я точно знаю, что я хочу по-другому, а потому, что просто внешние обстоятельства, ну, уже так поджимают сильно и себя как-то побуждают выбор сделать. И даже, может быть, человек потом не жалеет, говорит, да, хорошо, здорово, но он там не был, потому что он активный, не он это решение принимал. И нет, я бы его сопротивление значимым другим. Тоже интересно, что вот, мы говорили, что человек, кто-то право, да, он будет против течения, когда хороший выбор совершается при непрогативных выборах, высок вес значимости авторитета других людей и хочется все время бескомпромиссии, чтобы наше и ваше, на все было хорошо. И нет сопротивления от других людей. Ну, хорошо, ладно, как ты там хочешь, хорошо, я тебя сделаю так, как ты хочешь. Только чтобы, очень часто люди донесли так, только чтобы не было конфликта, да, только чтобы сохранить мир. То есть такая немножко юзи этого мира, потому что не ценой выступание себе на горло и такого, ну, как уже сказали, да, соглашения внутри него каких-то. Ну, и нет вот этой яркой технологии правильного решения тоже при непрогативных выборах. Обличение, как я уже сказала, некоторое выступает, но помогли, помогли, помогли. Обличение, вот этой легкости, радости не случается. У меня запуску скоростью сегодня. Осталось сказать только о сборегиях. Может быть, даже спросите, если... Ну, и вопросы, да, какие-то вопросы. У нас 10 минут, да, вопросы. Марин, скажи, а вот это представление себя в будущем, вот в этих вот ситуациях, как это делать параллельно? Не являются ли это какими-то фантазиями, что в духовной жизни, ну, они поощряются, да, фантазирование себя с большим целью, это не всегда кажется, правда ли, да? Вот как это так вот правильный эффективно делось максимально, что-то помогло, не было каких-то ровных прелестий, там, в том, фантазирование, как я вот выразил бы замуж, и так будет, а, как будет, наше мнение. Понятно, даже организация в том, да. Спасибо. Не сложно говорить про поклонные прелести. Я мыслью очень перед этим психологической плоскости здесь. Да, я, конечно, греху говорю, вот надо представлять себя в будущем, а на самом деле, говорю, это с опорой в основном на психотерапевтическую практику, когда в совместной работе клиента и психолога особыми способами, особыми методами осуществляется проживание будущего. Наверное, можно это делать самостоятельно, я даже думаю, что можно. Какие тут могут быть опасности, что действительно, может быть, какие-то слишком... Да, вы сказали такое слово, объективность. То есть я, конечно, еще не знаю, как идти здесь. То есть, ну, мы... Что мы делаем? Гадаем о будущем, но, конечно же, мы не знаем, как будет. Мы не знаем, как будет, но, тем не менее, смысл же не в том, чтобы прожить будущее таким, как оно будет на самом деле. Смысл не в этом. Смысл в том, что когда я представляю себя через несколько лет, каким буду я, даже если я совершаю этот выбор, то за счет этого, знаете, как техника квалификации, за счет этого усиления высвечивается большая какая-то правда интенсивная, которая скрыта сейчас в этой формативе. Понятно ли я говорю? Да, да? То есть я сейчас, может быть, не очень четко осознаю, как, знаете, вот эти частые такие истории, когда замуж уходит за волюка. И, ну, сейчас это он перестанет пить, потому что он не любит, он же не обещался, что он женится, он перестанет пить. И если в окладных стране, то много проживает будущее, говорили, ну, а если не перестанет? И вот день за днем, и вот этот год, и пойдет еще несколько лет, ты живешь этим человеком. Да, а потом наступает там 2020 год, и, может быть, у тебя будут дети, а может быть, нет. А наступает год там 2025, и ты живешь этим человеком, и, возможно, он будет столько же, сколько сейчас. Может быть, нет, а может быть, больше, а может быть, меньше. И кто ты потом? Какая ты на выходе? Есть специальные приемы, действительно, у меня, наверное, трудно их перевести сейчас в технике аута, такой самопомощи. Но важна, действительно, может быть, последовательное проживание. Знаете, вот здесь такая трудность, очень важно, сразу себе представить, там, где-то, что я попал через 10 лет. И важно проживать этот путь постепенно. То есть, ну, вот хорошо, там, завтра я приняла это решение, не знаю, я уходилась, завтра я вышла за него замуж. И вот там пройдет, причем сначала рекомендуются проживать первые дни сначала, очень подробно, потом, может быть, этот шаг временной усиливать. Сначала прям каждый день, потом каждый месяц, потом представлять уже, отчелкивать годы. Понятно, что я говорю, да, проживаем сначала прям первые дни подробно, потом, может быть, месяц, во временном года можем идти, там, что-то наступила зима, это ты живешь дальше, эту жизнь, потом весна. Потом уже, может быть, годами будем отчелкивать, увеличивая вот это временное измерение, ввести все шагы в наше движение. И на выходе обязательно нужно прийти к представлению что для себя, какая я там. Вот это очень важно, не просто, что там происходит, какой логик в нашей жизни, это тоже важно, это тоже помогает. Но очень важно будет представить именно то, кто я, именно себя увидеть, кто я, кто я, человек, живущий эту жизнь, кто я, та, которая реализует этот замысел, та, которая идет по этому жизненному пути. Вот это важный момент. Но, повторюсь, наверное, может быть, мне сложно до конца на этой конкуренции, как я вам поработаю, мне будет очень понятно, как работать с этим психотерапией. И, наверное, отдельная лекция можно было бы сделать. Действительно, я не знаю, наша вторая встреча, если она там состоится, да, можно было бы, может быть, этому уделить отдельное внимание, может привести пример просто с кем-то, да, чтобы почувствовать, как это происходит. Что-то еще рассказать? Ну ладно, еще можно, какие-то вопросы, да. У меня очень много вопросов. Какой-то один самый главный. Главное, есть ли ваши работы, или какая-нибудь зародительность, где их купить, если они есть? Первое. А второе, вот скажите, у меня в детстве, я откидешь у меня один светит детский дом, и от этого меня взяли приемные родители. Я не знаю, кто мне что я. И, раз, мама властная, ну, понимаете, папа мягкий, любимый папа. Вот, она не внушала, что я бедный, я не знаю, кто, муж, если я бы замуж, потому что поломлю в голове в первый день. Вы знаете, до сих пор я не замуж, у меня нет детей, у меня два вышли с собой здоровья, но до сих пор все в ужасе от того, что я абсолютно не уверена в себе человек. Анастасия, 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 спасибо за вашу Искренне было не слышно, да, потому что появилась такая боль личная о собственной судьбе и последствия, да, которая до сих пор вот уже, ну, взрелый человек, да, и до сих пор не тянется. Одна тебе удивительная вещь, ты вот какую лекцию не выйдешь читать? В прошлый раз в раме, вчера, пару дней назад было про подмены религиозной жизни, сейчас про выбор. Вы ничего не сказали про выбор сейчас, интересно. Да, но я икнула вас. Интересно, что возникают отклики, все время касающиеся боли о собственной недолюбленности, о том, как, ну, по сути, о детских травмах, о том, как когда-то вот, то, как ко мне относились раньше в детстве мои родители, как теперь оно влияет на меня в мою жизнь, да, живота, там, понятного человека, да, в этом, виденном, в таком церкви, и уже вам немало лет, но до сих пор это тянется. Это какая-то совершенно не тема, со сведущего доклада, но я не предстоит утверждать, похоже, как это сильно актуально, и на меня сейчас ваши слова, может быть, еще один аргумент в пользу моих таких пока еще тайных размышлений, хотелось сегодня с коллегами, нашими организаторами, обсуждать, что у меня есть какие-то задумки о том, как можно было бы сделать, может быть, какие-то группы молитвенные, терапевтические, какие вот посвященные именно на работе с детскими травмами, прежде всего, отсутствующих родителей. Вот, ну, это я удивлюсь впервые такими замыслами, они у меня еще совсем никак не проработаны, просто потому что каждый раз, когда придешь где-то поговорить, это вылезает и к каждому первому клиенте с терапией Дивижна. Но это не проработан по поводу публикации, я готова, ну, просто не буду диктовать, сейчас можно будет, я не знаю, выслать, да, потом или на почту, как-то, конечно, есть публикация по поводу выбора, в основном научные, потому что мы новые исследования проводили, конечно, они есть, не все их подостать, я готова сама выслать, там, в квартире, это не вопрос. Хорошо, если выводит вопрос про выбор, может быть, да. А можно, пожалуйста, а может быть, вот, череда, когда уже против течения, разворачиваешься, понимаешь, не все равно, это уже против течения, да, и дальше череда, конечно, выборов. Один из вопросов, второй начался, там, в разных сферах, у меня после смерти мужа, да, там, с родственниками такое, там, в социальном плане такое, с друзьями, и вот везде такой, вот, как бы, один закончится, другой начался, или все-таки это не один неразрешенный? Если я вас верно поняла, это, не уверена, что это так, может быть, и то, и другое, может и так, что это последовательная серия выборов разных, ну и да, почему нет, но может и так, что конфликт один, то есть, может быть, такая хитрость, конфликт внутриличностный один, например, конфликт может быть классичной историей между тем, что позволит себе быть собой, или следовать в нем окружающим, очень частная история, и этот конфликт может постепенно заостряться, человек хочет все больше быть собой, а дальше он начинает его, как бы, реализовывать, разыгрывать, что-то, на материале разных внешних ситуаций. Сначала пойду против, не знаю, свекрови, потому что хочу реализовать себя, потом, если решу выбор, съеду жить отдельно, не знаю, потом пойду новую профессию получать, потом еще что-то пойду делать, кажется, что это разные выборы, вы об этом спрашиваете? Да, да. Может так быть, конечно, кажется, что это выборы внешние, да, внешние разные, а на самом деле человек реализует одну и ту же стратегию внутреннего конфликта, который пока еще жив, да, в этой проблеме зависимости или свободы. Очень классическая вещь. Наверное, я напоследок еще одну маленькую рекомендацию вдоль вопроса первого «Можно проживать в будущее?» А можно сделать еще одну такую штуку, я бы там не говорила, будем говорить в стратегиях. Дело в том, что наше тело, оно часто нас очень намного мудрее, и наши личностные смыслы, наши внутренние конфликты, и даже наши ценности, как ни странно, они в том числе проявляются так или иначе телесно. И мы иногда делаем, ну, бывает, что мы с студентами, когда преподавируемся в терапию, иногда с студентами, такую дайте очень простую вещь. Я вспоминаю, вот этот клиент, и прям, не знаю, это не всегда это работает, и нам надо это работать просто очень быстро и легко. Когда предлагаешь просто в пространстве человеку сядь и представить. Ну, там, ну, случай с клиенткой, которую я сейчас вспоминаю, она выручилась по полу до работы, уходить-не уходить, и в нем был несколько раз, куда хотел бы пойти. Я говорю, хорошо, скажи, пожалуйста, где сейчас есть кабинет, и располагается твоя там работа где-то сейчас. Ну, она показывает. Причем, ну, человек знает, знаете, вот не просто «А, ну, пусть там», человек знает из-за ресурсов, да, знаешь, что работа, которая, где я сейчас, она вот здесь. Ну, например, да, я говорю, хорошо, здесь я с вами вот эта работа. А где находится там вот это место, куда ты хочешь поехать там-там-там-там-там? Знаешь, что он вот тут. И так мы разместили несколько, ну, что-то четыре лучей таких, как в полинете, где она сейчас, и несколько мест, куда она хотела бы пойти работать. Дальше я предлагаю, ну, это ваше дело, это очень, знаете, так, я бы сказала, медитативно, то есть так медленно, влучшенно, спокойно, вот не просто механически, а действительно прислушиваясь к своему телу, понимая, что вот тут у меня это, вот у меня то. И я предлагала ей просто делать очень медленно. Сначала двигается в каждую сторону. Кобиет маленький, как у нас здесь с вами. Расстояния еще небольшие. Результаты вы увидите, знаете, просто вот, вот, на дороге не ходили, не надо быть улег-психотерапевтом. Видно все сразу. То есть она только делает движение одно сюда, и все сворачивает из кожи, телеса. Ну, какая-то вообще не нравится. Она там работает, много лет. Потом там хорошо, хорошо. Ты хочешь еще пройти? Здесь здесь нет, там пол шапа прошли. Еще хочешь, там нет, обратно, дырнуться. Хорошо. Может быть, сейчас сюда? Куда ты сейчас, в следующий раз хотела пойти? Ну, ладно, давай сюда. А значит, она пришла. А я, как видите, как камин стоит, как раз я камин был, вот, одно из меня сработал. Значит, она так села, вот, эту камину. Слушай, я тут сидела, и сидела, и не уходила, и смотрела на это камин, и как не прошло, прошло. Да, и вот, ну, и разные, да, мы так прошли по всему. Как человек, повторюсь, по телесной реакции. Иногда мы головой, я вам уже сегодня говорила, да, выбор не тут совершается, где-то в другом месте. Иногда мы головой плюс и минус выписываем. Нам кажется, что мы все знаем, что все замечательно. Иногда наше тело взяет гораздо больше, чем мы предполагаем. Стоит нам сделать какой-то маленький шажочек в одну или другую сторону и просто почувствовать максимально отручу полу. И, может, мы тоже услышим ответ таким способом. Не должно слышать, да? Я вижу, уйдет, 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 прости, пожалуйста. Спасибо вам огромное. И с месяца, я думаю, что еще раз будет продолжение, когда я все-таки анонсирую, буду рассказывать по стратегии. Уже непосредственно, что сегодня я уже говорила, все более подробно в том, что стоит делать, ничего не стоит делать, что все-таки хорошее буду совершать. Пожалуйста, следите, пожалуйста, за обедением на сайте доски. А где общая, на сайте, в мае, в воскресенье, в 19.13? Как ты? Пожалуйста, включите сейчас. На место. Даня, на сайте.